Доброе утро! С 16 по 19 ноября Петербург захлестнет буйство красок и впечатлений в фестивале бразильского кино. В течение четырех дней можно увидеть лучшие современные культуры Бразилии. Последние новинки кинематографа – национальное боевое искусство Капоэйра, сочетающее в себе элементы танца, акробатики и игры, а также закулисные биографии культовой бразильской певицы Элис Режины и музыканта и активиста Моаду Катенде. В кинопрограмму вошли восемь фильмов современных бразильских режиссеров. Это картины самых разных жанров – от зрительской комедии до артхаусной драмы. Ну а мы пока пробежимся по главным релизам недели и начнем с семейной комедии «Папаша в бегах». Привычная жизнь сибиряка Толи подходит к концу, его жена беременна. Молодой парень боится ответственности и сбегает на вахту. Но все идет не по плану. В поезде Толя знакомится с беспризорником Колей. Череда роковых совпадений, неверных решений и немножко хитрости юнцам, и вот Толя уже числится похитителем детей и объявлен в областной розыск. Так начинается невероятное путешествие молодого папаша и его нового подопечного в городок Когалым, который изменит их жизни навсегда. Срочно разослать ориентировки. В соседнем городе организуйте штаб. Не подскажете, как до станции добраться? Да. История картины «Папаша в бегах» началась много лет назад с большого желания небольшой группы активистов, будущих продюсеров Road Movie, создать и развить свою киноиндустрию в Тюмени, регионе, где до этого кино толком и не было. Ни своей киношколы, ни киностудии, ни производственной базы. Как результат, мы получили настоящее тюменское кино с московскими суперзвездами в главных ролях. Михаил Тройник, Ирина Горбачева, Анна Уколова и Юна Ярослав Могильников. Сегодня, 16 ноября, исполняется 85 лет самбо. И именно сегодня, специально к юбилею этого вида спорта, в национальный прокат выходит спортивная драма «Легенда самбо». Главный герой картины – создатели искусства самообороны – Виктор Спиридонов и Василий Ощепков, также их ученик Анатолий Харлампиев. Действие драмы разворачивается в Москве в 1936 году, во время спартакиады. Два мастера боевых искусства – Василий Ощепков, обучавшийся искусству дзюдо в Японии, и прошедший русско-японскую войну Виктор Спиридонов, одержимы идеей создания национальной борьбы. Так рождается самбо, и на арене появляется новый герой – Анатолий Харлампиев, которому предстоит сразиться с сильнейшими борцами. Армия свой выбор сделала, и тренировать сборную будет Ощепков. Это моя система. Это я придумал самбо. Режиссером легенды о самбо стал постановщик «Истерно-красный призрак» Андрей Богатырев, который показал не просто историю зарождения, становления национальной борьбы, но и подчеркнул, что наряду с понятиями русский балет, русский авангард, русская литература, самбо по праву считается культурным достоянием России. В главных ролях Вольфганг Черни, Алексей Шевченков, Антон Вахмин и Дмитрий Павленко. Кстати, специально для фильма была написана песня «Учителем» музыкантом и композитором Александром Эвскляром из группы «Вабанк». Из иностранных релизов в нашем прокате спешу отметить французскую комедию «Книга решений». Картину снял Мишель Гондри, культовый режиссер «Вечного сияния чистого разума», обладатель премии «Оскар», постановщик множества клипов для известных музыкантов «Радио Хэд», «The Chemical Brothers», «Бьорк» и не только. «Книга решений» — частично автобиографическая картина о препятствиях и креативных решениях, с которыми сталкивается киношник, завершая работу над своим фильмом. По сюжету, непризнанной гений режиссуры, Марк уверен, что продюсеры его новой картины готовы погубить замысел и отстранить его от работы. С помощью преданной команды Марку удается заполучить отснятый материал и скрыться в загородном доме любимой тетушки. Там он пытается закончить работу над проектом, но неукротимая творческая натура берет вверх, и жизнь незадачливых киношников превращается в веселый хаос. Вот он, твой монтаж-мобиль. Крутишь руль вправо. А резать как? К лаксонам. А сзади места для продюсеров. Они же там ничего не увидят. В этом и вся идея. Роль режиссера блестяще исполнил французский актер Пьер Нине, знакомый по фильмам «Ивсен Лоран», «Любовники», «Черный ящик» и другим. Замысел Мишеля Гондри просто и вместе с тем эмоционально силен. Только по-настоящему смелые, одержимые своей идеей люди могут добиваться своих целей. Книга решений «Дневник», в которой Марк записывает свои мысли, становится руководством к действию. Кстати, в фильме есть камео культового музыканта Стинга. Вот такие свежие релизы доступны в ближайшее время в кинотеатрах. Приятного вам просмотра и берегите себя. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова